Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Очень многие наши зрители, подписчики спрашивают, пришла пора холодных ночей, август, как же защитить растения от этих ночных холодов? Хотя август еще и лето, и днем бывает достаточно жарко, однако ночи становятся действительно все холоднее и холоднее. А опасность представляет не только холодная ночь, но и холодный туман, который приходит вместе с такой температурой. В утреннее время растения буквально покрываются росой, роса скапывает, течет с растений. И, конечно же, прекращаются нормальные ростовые процессы, они замедляются, а нам очень хочется не только убрать тот урожай, который уже на кустах, но и особенно, что касается таких теплолюбивых растений, как огурец, продлить сроки плодоношения. Что же делать, как помочь растениям выдержать вот эти холодные ночи? Действительно, огурец является одной из наиболее теплолюбивых культур в нашей умеренной зоне, наряду с той же тыквой, и очень сильно он чувствителен к понижению температуры в, ну, не только ночной, но и, конечно же, в дневной период. Плети начинают отмирать, при температуре ниже 10 градусов питание полностью прекращается растений, может даже начать отмирать корневая система. Все болезни тут как тут, пероноспороз, оливковая пятнистость, многие другие бактериозы и так далее. Ну, вот у меня здесь как раз огуречничек за мной находится, небольшой, но мне хватает, я на продажу не расчу, просто такой небольшой участок огурца пчелопыляемого для открытого грунта держу. Я люблю такие огурцы, они ароматные, с семками внутри, мне они нравятся. Они, конечно, не алюминиевые, как в известной песне, но, в общем, можно сказать, на брезентовом поле у меня. Сегодня огурцы растут на черной ткани. Те, кто нас смотрел в прошлом году, видели, как я это делаю на теплой грядке, как я высаживаю огурцы под черную ткань, они сверху нарастают. Это очень удобно, почему? Потому что за день эта черная ткань прогревается, несмотря даже на то, что огурцы достаточно плотно ее покрывают, все-таки она аккумулирует тепло и в течение вечера и ночи это тепло отдает. Очень хороший эффект дает, конечно же, горячая мульча. Вообще разогревание почвы под огурцами и подобного рода растениями, ну, в первую очередь семейства тыквенными, дает очень хорошие эффекты. Чем же мы можем разогреть эту почву? Конечно же, внесением какого-то органического вещества. В первую очередь нам на помощь приходит пресловутое зеленое удобрение. Зеленое удобрение содержит в себе колоссальное количество органического вещества, благодаря которому почва разогревается, а растения получают необходимое питание. Насколько сильно можно разогреть почву, насколько это существенно? На самом деле в достаточной степени существенно для того, чтобы поддержать наше растение в течение вот этого вот еще летнего, но уже прохладного периода. Поливы зеленым удобрением огурца в открытом грунте необходимо делать так часто, как только вы это можете. Если вы это можете делать ежедневно, делайте ежедневно, но более разбавленными растворами. Если вы это делаете раз в неделю, например, приезжаете, как я, на дачу раз в неделю, то в этом случае делайте это более крепкими растворами. Если вы делаете 50% зеленую вот эту бродилку, то есть на половину объема воды добавляете половину объема травы, то крепкий это означает разбавленный в два раза, а жидкий это означает разбавленный в пять раз. То есть один литр на 4-5 литров воды, это в пять раз, и в два раза, ну, соответственно, один к одному. Благодаря чему происходит разогрев? Благодаря тому, что органическое вещество подхватывается, активно подхватывается микроорганизмами, которые начинают там работать как следует, тем самым разогревая грунт. Да, ни на 10, ни на 15 градусов он разогреется, но достаточно для того, чтобы сохранить корни их функции. Если у вас нет зеленой бродиловки, вы можете использовать самый обыкновенный сахар. Для этого вам понадобится один стакан сахара на ведро воды, и делайте такие подкормки, по крайней мере, раз в три дня, в том периоде, когда у вас холодные ночи. Конечно, с экономической точки зрения, сама идея добыть сахар из растений, для того, чтобы его потом разбавить водой, внести в почву, превратить в углекислый газ и опять накормить растения, является достаточно сомнительной. Но если у вас площади небольшие, и вы все-таки хотите сохранить свой огуречник, то в этом случае этот способ вам вполне может подойти, как альтернатива вот этой зеленой бродиловке. Конечно, еще есть и другие способы. Ну, самый простой, самый элементарный, который лежит на поверхности, это просто-напросто накрыть спонбондом вашу грядку на ночь. Если вы такую грядочку каждую ночь будете на ночь накрывать, а утром снимать, то жизнь своему огуречнику вы продлите весьма и весьма существенно. Конечно же, не стоит забывать о таких энергетиках, как янтарная кислота. 1 грамм янтарной кислоты с добавлением аммиака или без, посмотрите наши выпуски на канале про цветок, про янтарную кислоту, и опрыскивайте таким раствором по листу. Конечно же, не забывайте прибавлять сюда какие-то иммунизирующие составы, например, Максимун или тот же Бактоген, любые препараты на основе триходермы лесиной палочки, для того, чтобы не спровоцировать янтарной кислотой, также и болезни. Надо не забывать, что калий является весьма и весьма ценным элементом, который обуславливает холодоустойчивость растений не только весенний, но также позднелетний и осенний период. Поэтому усиленные калийные подкормки вашего огуречника или тыквенника, ну, бахчи какой-то, да, это будет очень хорошей идеей для того, чтобы поддержать ваши растения в течение холодных ночей. Только не забывайте использовать уксус для того, чтобы погасить золу и для того, чтобы не нарушить баланс элементов питания из-за высокой щелочности зольного раствора, из-за высокого содержания кальция, который может быстро инактивировать фосфор, который весьма необходим для иммунизации растений, для обеспечения нормального фитоиммунитета растений. В этот трудный для них период второй половины вегетации. Вы можете совместить какие-то из этих растворов, например, сахарную подкормку вместе с зольной подкормкой можете совместить, но опять же не забывайте туда добавить уксус. Вы можете обогатить калием вашу зелёное удобрение, но, конечно же, опять же не забывайте перед этим погасить золу уксусом. Сколько надо взять золы для подкормки? 3-4 стакана на ведро воды и примерно полстакана до стакана уксуса, для того, чтобы всё как следует отшипело. Вполне достаточно для того, чтобы нейтрализовать вредное влияние зольного раствора на огуречник в этот период. И затем можно смешать или с сахаром, или с зелёным удобрением. Что ж, выбирайте способ, который вам больше всего подходит. Все эти способы в равной степени подходят не только для огуречника, но также и для томата открытого грунта. На нём ещё много зелёных плодов, которые хочется дозарить. Конечно же, в отношении томатов одним из наиболее важных таких элементов ухода является защита от фитофторы, но использование того же Макс Иммуна, использование препаратов сеной палочки и других способов, которых у нас много на канале, о которых мы рассказываем постоянно, использование одновременно этих защитных мер в полной степени обеспечит вам долгое плодоношение томата открытого грунта. Что ж, надеюсь, эти способы помогут вам получить в длительное время богатый, здоровый и вкусный урожай. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!